Олег Сергеевич, дорогой мой, мы вот сегодня с тобой говорили о искусственных камнях, ты там какую-то интересную гипотезу высказал по поводу того, что... А, когда я тебе начал говорить, что мы видели на Руинном острове очень странные колонны, как будто бы склеены или отлиты из такого мелкого дисперсного кварца, ты очень какую-то интересную идею по поводу камней сказал. Я вот не запомнил, напомни мне, пожалуйста, по поводу... Термообработка. Термообработка камня, возможность добавления каких-то размягчающих химических пластификаторов, которые позволяют работать с искусственным гранитом, как с цементом. Это где-то видел такое? Предположение такое? Да, это предположение. В принципе, такие есть технологии по петрогии, поэтому похоже на логичную. Но петрогия там немножко другое. Петрогия, это у нас базальтом. Не всегда, нет. Они не только базальт плавят, они переплавляют разные породы камня. Потому что тут, в зависимости от тех характеристик, которые необходимо достичь в готовом логичном продукте. По поводу производства нескусственного гранита, если говорить. Мне кажется, все-таки, пролазь мелкая фракция. Крошка гранитная, будем говорить. Она подвергалась термической обработке с добавлением каких-то смягчающих химических пластификаторов. Это давало мастерам какую-то дельту времени работать с камнем и продавать ему необходимую нужную форму в зависимости от строительных требований. Я так понимаю, что это заливалось в некую конструкцию с элементами опалубки. Потом опалубка снималась, доравнивался. Пока еще более-менее мягкий материал доравнивался с специальными шпателем. И укладывался уже непосредственно на место. И в процессе последующего до остывания камень принимал форму уже в соседних блоках. Поэтому получался минимальный стык. Как говорят, где нельзя протиснуть, даже без бумаги. Так что я понял, что так слышу. Я знаю, что еще удивило. Я надеюсь, мы с тобой до Константина доберемся. Мы тогда с тобой очень эффективно, скажем, подходили внутри. Ты вот обратил на меня, не заметил. Там действительно вот та вот обрамляющая, ну как-то стенка, парапет, верхние камушки, они очень интересным образом скреплены. Без цемента, без раствора, без каких-либо крепежных скоб. Вот как мы видели на английском замке, там скобы применяют, скобные соединения. А здесь очень простая эффективная методика впукло-выпуклого соединения, как мы так сказали. То есть делается на одном камне выпуклая такая полусферка, а на другом, соответственно, впуклая. И они как лего друг к другу вставляются. Наша задача даже не просто сходить посмотреть, мы с тобой это видели все. Посмотреть, насколько они унифицированы. То есть посмотреть, есть ли там различия между этими выпуклостями и впуклостями. Понимаешь, для чего, да? Да. Потому что если мы говорим все-таки о ручном резе, ну то есть, грубо говоря, там мастер поликалу нарисовал, начинает камни брать, будет все равно разница плюс-минус. Если мы говорим все-таки об отливке через формы, оно должно быть унифицировано с высокой точностью. Ну, с приемлемой точностью для того, чтобы можно было бы устраивать какие-то ровные ряды, да. Потому что, как ты ни крути, но при ручной обработке у тебя все, но будут... Погрешности будут обязательно. Ну, скажем так, измеримые погрешности, которые можно там коробком спичек померить. Ты меня не услышал, на самом деле. Потому что, я еще раз повторяю, после выборки готового материала из формы опалубочной, да, есть, ну, я полагаю, да, что присутствует некая еще временная дельта, которая позволяет блоку доостыть и принять окончательную форму. Усушка-утруска, ты имеешь в виду? Да. Ну, это, кстати, когда большие объемы бетонной конструкции заливают, они же тоже усаживаются, осаживаются и усыхают, и, что называется, бетон досозревает. Совершенно верно. Вот, здесь, получается, это, мне кажется, похожая ситуация, но только с обратным температурным эффектом, на эффект остывания. Вот. Поэтому, вот, как гашки, да, глиняные обжигают. Глино-жидкий материал, вот, ну, как плотный материал, да, пластичный. Вот, им придают форму. Потом закладывают в печь. И под воздействием температуры он, как бы, набирает прочность. Вот. А вот с гранитом все достаточно интереснее. Здесь нужно понять, какой пластификатор добавляется, который позволяет быть гранитом податливым практически до момента монтажа готового блока стену, да, в какую-то... Это, мне кажется, что напоминает. Это, мне кажется, что становится часть конструкции. И когда он туда вставляется, он уже усаживается полностью в процессе остывания. Вот, вот. Это, мне кажется, что, например, вот эти вот холодные сварки, двухкомпонентные смеси, их пока не смешаешь? Да. Их можно лепить, как угодно формировать. Причем у нас даже после того, как мы смешали, у нас еще есть время. Вторым компонентом, я считаю, что является как раз температура. Вот, в чем я говорю. Ну, кстати, да, многие химические реакции протекают именно под воздействием температуры. Определенные причем. Температура – это ключевой... То есть ты хочешь сказать, что... Потому что прямой химии, даже самой агрессивной, на камень влияет бесполезно. Абсолютно. Это просто, ну, это бред, да, потому что мы знаем горные местности, да, где текут прозрачные красивые реки, да, но их ни в коем случае нельзя пить, потому что это серная кислота, да, которая особенно в местах с повышенной вулканической активностью, потому что выходят из химических элементов, смешиваются на такие ядреные коктейли, да, потому что там просто навернешь, до 1 скелета не упадет, просто он растворится. Вот, а выглядит все достаточно красиво, но речка течет по камню, в себе ничего не происходит. Поэтому, ну, будь то гранит, будь то там какие-то другие породы, там, уруды и т.д. и т.п., а химического взаимодействия сильного, такого прямо очевидного, что позволяет камни плавить посредством химического воздействия, нет, потому что химическая промышленность на сегодняшний день у нас в мире развита достаточно сильно. Если бы такой способ был, его бы уже давно придумали, потому что, потому, это достаточно очевидный был бы как бы момент. Вот, поэтому я считаю, что это какой-то химический, тем не менее, элемент, пластификатор используется, но он начинает активно работать на смещение породы. Пустая нагрева до определенной температуры. Под воздействием температуры, все. Возможно, это и охлаждение, возможно, это нагрев. Да, но здесь уже пускат проверять. Интересно, какие ходили. Пока такое видели. Потому что по-другому, как обрабатывать огромные массивы камня, тем более гранитой. Но это, опять же, понимаешь, решает самый главный вопрос, который многие выпускают, вопрос логистики. Намного проще на месте каменоломни поставить вполне себе тропинку. Прочи провести камаз гравия, да. И потом в мешками на подводах, не убивая лошадей, там, сотнями. Да, малыми объемами, грубо говоря. Это будет намного эффективнее и быстрее. И не надо горячить там сто пятьсот человек рабской силы, да, для того, чтобы с тоническими усилиями никому не нужными затолкать нечто громадное туда, куда оно, в принципе, где оно там нафиг не надо. Тем более мы сами прекрасно знаем, сейчас этот керамогранит, он везде повсеместно применяется с определенным ими составом, с определенной химией. И его шлифанешь, его не всегда специалист отличит, что это искусственный камень. Нет, специалист отличит... Нет, ну, это я утрирую, конечно, отличит. Специалист отличит, но, да, картинка получается очень красивой и практически мало чем отличающаяся от тех гранитных конструкций, мегалитических, которые мы сегодня видим от реверсового времени, да. Поэтому, да, да. И тут, на самом деле, опять же возникает вот эта поговорка, но вот хорошо забытые старые. Да, совершенно верно. Мне странно другое. Почему... Возможно, я невнимательно смотрел, возможно, еще по каким-то причинам. Наверняка где-то описаны же технологии. Смотреть исторические фотографии хорошо показывают набережную. Очень интересно. Вот. Почему нигде не описаны технологии строительства, там, тех же самых цокольных зон, соборов? Там же используют, вот, если спускаться в подвалы, там, старых зданий, старых, еще как бы, совсем-совсем старых, еще до царских времен, там, во многих зданиях Санкт-Петербурга, в основании лежат блоки, ну, они по пять, там, по десять метров длиной, высотой, там, метра полтора и в глубину непонятно сколько. То есть такую плиту, такой массив использовать для того, чтобы построить дом. Ну, окей, хорошо, сколько нужно потратить энергии, сил, денег, да, тут опять же логистический вопрос. Для того, чтобы построить обычный сталинский дом. Да, использовались намного более простые, не менее прочные инструменты для того, чтобы возводить такие постройки. Вот это гранитные блоки, мегалитического уже такого размера. Вот это меня наталкивает на ту мысль, что Санкт-Петербург... В Аврору проезжаем. Да. Санкт-Петербург построен на руинах более древнего какого-то города, и это беспокойно. Я считаю, что это уже факт. Вот. Просто нужно разгребать, поднимать архивы, историю смотреть древнюю Россию очень внимательно. Я больше, чем уверен, что 110% всей документации и секретописи, они находятся в архивах, просто никто не знает, где они, да. То есть это как рассекреченные документы. Правительство какой-то страны говорит, вот мы рассекретили документы, касающиеся такого-то секретного вопроса, гипотетически, да. Вот, пожалуйста, вы можете прийти и с ними ознакомиться. И вот народ такой, вау, сейчас мы все узнаем, что было, приходят. Говорят, что вот там рассекретили, значит, по такому направлению документов, пожалуйста, покажите, мы хотим ознакомиться с этими документами. И делают, говорят, никаких проблем, пожалуйста, да, действительно рассекретили, назовите номер документа, который вас интересует. И привет. Да любой документ дайте, нет, мы так не можем. Мы должны же как бы вести какой-то учет, да, и т.д. и т.п. То есть в архивах все это есть. Ну а для того, чтобы с этим ознакомиться, нужно заранее знать то, с чем ты хочешь ознакомиться. Либо садиться в эти каталоги на несколько месяцев и искать по документам. Да, да какой месяцев, там ты проживешь не одну жизнь в этих архивах. Для того, чтобы, прежде чем докопаешься до каких-то там необходимых материалов. Да, совершенно верно. И что значит прийти в библиотеку, в архив и заниматься с этими документами? Тебе нужен допуск. Ну, да некоторые, да. Материалы нужны допуск. То есть для того, чтобы отсортировать, то есть, да, отсортировать материал, да, отделять зерна от плевел, да, тебе нужен допуск, потому что тебе там может попасться там все что угодно. Я говорю, еще раз, повторяю, придет столько времени, то что это горы материалов. А с другой стороны, тут же другая проблема. Ну да, у каждой библиотеки, каждого архива есть так называемый электронный или там физический каталог для карточек. Да, да. Но бывает другая засада, потому что некоторые единичные документы подшиты, скажем так, в сборнике с другими документами. И тут все, тут. То есть, сборник документов такого-то. Да, смотреть. Вот. И вот эта вот ситуация о том, что назовите номер документа, который вас интересует, это не потому что... Кто-то что-то скрывает. ...библиотекарь вредный, да потому что он просто не знает, что там находится. Он как бы знает направление, но для того, чтобы выдать какую-то конкретную информацию, мы нужно знать номер. Стеллаж, полка, номер, координаты этого документа он не понимает. То есть, реально человек не может запомнить такой колоссальный объем информации, да. Тем более, ну так, если попросту говорить, номенклатурного типа. Там миллиарды документов на самом деле. Даже не миллионы. Вот. Поэтому вот здесь вот такая полка до конца. И работать с такими архивами достаточно сложно. Вот. Поэтому все это, думаю, есть. Но это все сложено для будущих поколений. Потом это снова будет для будущих поколений. Потом это опять для будущих поколений. В итоге это потом нахрен никому не нужно. И возникает такой уникальный момент в процессе работы с архивами. Как принимается решение на уничтожение за ненадобностью. Угу. Все. История стерта. Ну, вот как-то так. Меня на самом деле другой вопрос еще беспокоит. Который вызывает у меня много скепсиса. По поводу композитных технологий древности. Объяснить? Да. Ведь технология производства, скажем так, искусного гранита, это ведь не секрет, это не стратегическая какая-то там информация. Пожалуйста, искусный мрамор. 100-500 рецептов в интернете можно найти дома. Можно на коленке смешать, сделать все фигурки искусного мрамора. Тот же самый базальт, вот Петрульгим, если бы вы говорили, тоже технология известна. Применяется в промышленности со середины 19 века. Не очень успешно. Да. Композитные смеси мы знаем со времен, извините, еще греков. Они там, вон, 2000 лет назад этим с греческим бетоном баловались. И вдруг вокруг гранитных вот этих вот отливок гранитных, кроша гранитного композита, возникает такая странная теория заговора. Типа рецепты потерялись. Я, Олег Сергеевич, полагаю, что такого не бывает. Что не может потеряться секрет конкретного производства, конкретного искусственного камня, когда другие, пожалуйста, открыты берите, не хочу. Да. Вот это меня в первую очередь напрягает. Ну, я не знаю, как это прокомментировать, если честно. Ну, по логике получается. Как-то странно. 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 И при этом, опять же, теория заговора. Да если бы это было возможно, вот эти бы все якобы искусственные камни, искусственные колонны, химики, специалисты, металловеды, давно позже разобрали и попробовали с Диа-Трицепт. Это же удешевление производства. Это унификация производства. Это, в конце концов, большой бизнес. Если ты осваиваешь технологию производства искусственного гранита для строительства, ты становишься практически монополистом. Ну, только, окей, вопросов нет. Давай, экономист мне скажи. Да тут даже не как экономист, как частично историк. Высокие технологии – это большой бизнес. Задаю риторический вопрос, на который можно не отвечать. Ну, и что с Тесла стал? Ну, Тесла… Да посмотри, вот, времена той же самой царской России. У Николая II было два электромобиля. Хорошо, я тебе отвечу на твой риторический вопрос. Вот ты говоришь Тесла. Мы, по крайней мере, знаем, что был Тесла, что у него были технологии, которыми мы до сих пор пользуемся в практически все сферах народного хозяйства. Мы опубликованы чертежи и разработки дневники Тесла. Мы знаем, что это было. Да, часть где-то может быть утеряна. А здесь у нас точечная технология, которая, извини, они, как предполагают многие альтернативщики, альтернативные исследователи, фактически весь Питер построили. Да. И это надо понимать, что это должно было быть огромное количество артелей, огромное количество мастерских. Это огромная рабочая сила задействована, которая… Не вопрос. А должна разработать карьер, перемолоть, доставить. Да. Должны были быть отдельные артели, которые делают вот этот вот, грубо говоря, связующий элемент. Да. Огромное количество материалов, accordingly, должно было остаться. Совершенно верно. Не только материалов должно быть остаться какое-то большое количество. Также должно остаться еще большое количество обрабатывающих обрабатывающего инструмента, потому что мы как видим, как колонна Исаакиевская, там мужики как муравьи сидели на колоннах, обращивали их, и там прям очевидно видно, что колонна передлилась на некое подобие фрезерного станка, который медленно, там либо быстро не знает, с какой скоростью вращала эта колонна, и она обрабатывалась зубцами мужиками, так скажем. Где эти станки все? Где они? В музеях? Покажите мне, пожалуйста, я буду искренне благодарен, я съезжу и посмотрю, изучу этот вопрос более внимательно. Это колоссальные колонны мегалитические и инструменты обработки этих мегалитических строений должны быть не менее мегалитическими, и сложными в инженерном плане, потому что удерживать массу во время вращения, да еще и под воздействием каких-то ударных либо действий давления, это должна быть очень мегкая конструкция. И тут качество этих обрабатывающих станков должно быть выполнено с ювелирной точностью, несмотря на все свои, там, грандиозные размеры. А, соответственно, для этого должно было быть отдельное тяжелое производство? Конечно. Сотго-строительное. Конечно, конечно. Вот. И вот, если начать копать с этой стороны информацию, то мы приходим к одному очень интересную вещь. Кому заключению, точнее. А информации этим толком нет. Да, есть какие-то фотки, где позируют, типа, работники этого станка. Вот он такой красивый. А где они сейчас? Ну, я не знаю. Они где-то затонули в болотах, они где-то хранятся в каких-то... Переплавили на колокола, грубо говоря. На колокола переплавили. Реально. Черт, нет, кто-то сдал. Вот. Нет, я не... Возможно. Но... Странно. По крайней мере, такие вещи должны быть, ну, хотя бы в каком-то музее, я повторюсь. Ну, потому что это все-таки история. Я к чему этот разговор начал? Потому что у нас, когда некоторые альтернативные гипотезы выдвигаются, люди не всегда осознают, что за, казалось бы, простойный эффект альтернативной гипотезы тянется огромная цепочка иногда очень сложных производств и взаимоотношений, которая должна оставлять следы. Да. Если мы следов не имеем, от слова совсем не единич никаких, значит, с гипотезой надо работать. Собственно, вот именно поэтому из нашего разговора я и пытался в этом диалоге показать, почему у меня скепсис по поводу гранитного литья и искусственного гранита. Все-таки скепсис. Не скепсис, потому что следов нету. Вот именно вот… Литья? Нет, не следов литья, а следов производственных процессов. Вот то, о чем мы сейчас говорим. Нет, почему? Вот как раз под литье следы производственных процессов есть. Давай, опровергни. Вот. Потому что по Монферрану, если смотреть там уже сам, да, нашу любимую, там нет на его гравюрах изображений фрезерной обработки этих колонн. Нет. Но зато вокруг много, как это, расположено цехов, откуда на гравюрах видно идет дым. То есть это либо какие-то плавильные вещи, или они как в цехах временные закрыты. Вот. И все там происходит внутри. Но! Какой смысл огромную колонну заталкивать внутрь? Не дай бог она со страпины сорвется. Она укатает улпитера пока установится. Ну да. Вот. Поэтому ее лучше обрабатывать на открытом улпитере. Ну вот. Максимум шатер какой-то сделает. Такой тоже присутствует. Но. Тогда вопрос в следующем. Там стоят на изображениях, там не стоят, но находятся трубы достаточно часто. Окей. Возможно это какие-то паровые машины, которые позволяют лезерному станку крутить. А опять же, да, мы приходим к тому же, чтобы заталкивать колонну многосептомную. Вот. Многодесятитомную. Внутрь таких деревянных конструкций. Ну это, блин, ну это с точки зрения безопасности. И целесообразности в концепте. Ну трудовой и целесообразности это как бы ну не очень. Ну просто нелогично. А сказать, что наши предки были нелогичными и ненациональными, ну ребят, ну это совершенно не так. Они были намного логичнее, намного рациональнее. Мы их больше не дооценивали, чем переоценивали. Да, да, совершенно верно. Поэтому я считаю, я считаю, что все-таки имело место быть. Технология, блин, как это такое, технология работы с жидким камнем. Вот. И то, и то, отливалась колонной не целиком, а посегментно. Как там в Афина, да, вот это мы смотрим, храм там как-нибудь там, Зевса, да, и там еще еще колонны. Они такие шашечки. Ну, сегменты. Сегменты. Друг на друга сегментами сложены. Любой может пройти в вечернее или ночное время суток, посмотреть на освещенные колонны садиков по собору. Снизу вверх. Под определенным углом. Присмотритесь, вы увидите разводы, которые, в принципе, показывают о том, что эта колонна составная, а не цельная. Либо неравномерно обработанная. Мы тебя варьируем. Ну, окей. Либо неравномерно обработанная. Хорошо. Вот. Вот. Но, понимаете, заливать колонну целиком высотой. Сколько она там у нас высота? Ну... Ну, не один. Больше десяти метров. Там никакая опалубка не выдержит. Никакая опалубка не выдержит. Никакая опалубка не выдержит. Не укатает, так зальет, что называется. Конечно. Вот. Здесь можно судить еще с точки зрения плавающей опалубки. Окей. Хорошо. Погнали дальше. С плавающей опалубки, как бы ровно ты стропильную систему бы не выставлял, ты никогда не сделаешь ровную колонну. У тебя все равно будет елозить туда-сюда. У тебя будет как небольшая... Болуна такая. Змейка будет. Вот. А колонны Исаки, они имеют конусную систему. Структуру, точнее. Ну, достаточно ровную и... Как сказать? Единообразную. Единообразную. Да, совершенно верно. Вот. Симметричную. Ну, да. Вот. Еще добавлю. Но сплавающей опалубки такого добиться нельзя. То есть, как бы, основную фигуру это сделать можно, но ты ее потом должен, знаете, когда... С помощью напильника и какой-то матери, да, дорабатывать до уже идеального состояния. Ну, не целесообразно, опять же. Вот. А сделать... То есть, геометрически правильную структуру сделать из маленьких объектов, да, не больших, не маленьких как бы, не больших, да, в разумных пределах. Вот. И сложить из нее, вот, как бы... Пирамидку. Пирамидку, да. Конструкцию. Правильный, геометрический, цельный форм. Да, вполне возможно. В подтверждение твоей гипотезы, камень мой огород, я вот никак не могу найти. Я года два назад, когда искал материалы по конферану, нашел очень интересную гравюру, которая почему-то в сети не сильно распространена, надо ее найти. Так вот, гравюрка, чем интересная, которая как раз говорит в пользу того, что использовалась именно литьевая технология. На месте колонн Исаакиевского собора стоят круглые опалубки. Ровно под размер колонн. И вот тогда еще, я помню, ультернативщиков завалил вопрос, а они зачем это делали? А как они туда ставят колонну? То есть, люди предполагали, что, может, как-то ее сверху допускают, чтобы ее для установки. Ну, там именно классическая опалубка. То есть, подготовка под заливку. Ну, да, может быть, я не видел, но было бы интересно посмотреть. Найдем вечеречку, сядем кофе пить, найдем. Потому что на гравюру, на самом деле, во-первых, надо определить, кто ее рисовал, когда она была сделана и что говорят про вот этот вот рисунок нашей официальной истории. Потому что, на самом деле, эта гравюра именно ставит точку на теории цельной вытачки колонн. А сейчас мы едем с тобой в парк Дубки. Нам подсказали, что там на берегу лежат очень интересные каменные блоки. А с каменными блоками, причем каменные блоки достаточно больше и сложно, чем вы видели с тобой внутри порта Константин. Наша задача посмотреть и потом попробовать все-таки поискать, откуда они могли появиться. Потому что для меня всегда оставалось загадкой вот это огромное количество фрагментов гранитного лего, разбросанного по берегам Финского залива. Наверное, ты тоже это видел и задавал себе вопрос. Вот как ты думаешь? Надо же опять же понимать, это выточить и создать такой блок сложно конструкция. Выточить и создать это одно. У меня большой интерес вызывает другой факт, каким образом они там вообще оказались. Вот. То есть либо это большой взрыв, либо мы имеем какие-то более древние конструкции, которые суши имеют свое продолжение и вот на Уфинском заливе. Ну, взрыв я не поддержу, а вот то, что вокруг Финки стояло огромное количество каких-то более древних сооружений, то, что мы условно называем Допетровским петербургом. Это более понятная версия. А почему они остались в единичном экземпляре? Да потому что за те 200-300 лет все, что было поменьше, то, что можно было утащить, куда-то пристроить, утащили и пристроили. И мы даже на форте Константин, мы же видели и не раз снимали, набережная укреплена чем? Вот ты расскажи, что тебя тогда удивило? Ты пришел на форт Константин, набережная там вот перед фортом укреплена этими камнями с декором. Откуда они там взялись-то вообще? Да, вот к вопросу о создании форта. Портик с декором в основании форта смотрится как минимум нелепо. Возвращаясь к вопросу о практичности наших зодчиков, то есть это избыточная и излишняя работа, которая в принципе не имеет никакого эффекта практического при построении форта. И складывается такое ощущение, что действительно набрали материал, который более-менее подходит под строительные цели и из него сложили то, что получилось. Что-то более древнее, что вокруг валялось бесхозное, то есть взяли из гранитного мусора. Да, совершенно верно. Ты знаешь, на самом деле вот Володя Козин, он как человек военный, кадровый офицер всю жизнь прослужил в армии, он сказал простую и понятную вещь. Ребята говорят, на военных объектах строить такое не просто нелепо, а это опасно, потому что, ребята, ну внешняя стена, она должна защищать от снарядов. Любой декор, любая рюшечка, она приводит к тому, что он у вас не отлетает, он у вас задерживается и наносит разрушение. Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому я считаю, что Петр пришел сюда, увидел древние развалины с достаточно большим и богатым разнообразием древнего строительного материала, пытался воспроизвести этот город, ну а дальше мы видим, что получилось. Нам на самом деле не сказали всю фразу Петра, он шел по заболоченным улицам древнего города и сказал, здесь будет новый город, возведен. А все это свели до того, что он на болото пришел. Возможно. Ну я, конечно, шучу, но ты знаешь, а как его было на самом деле? Ну, это мы узнаем только, когда мы с тобой это делаем машину. О господи, это же опять надо за конце будет ехать. Да. А сейчас видишь санкции по этому. С конце сейчас напряжен. Да. Поэтому чуть-чуть попозже. О, мы до Лисио-Носа добрались за разговором. Да. Слушай, тут же где-то тоже коммун на Лисио-Носе Форд стоит, говорили, да, посмотри. Тихо-Носа. Время. О, мы до Лисио-Носа. Продолжение следует...